Доброе утро, друзья! Сегодня 11. Некоторые итоги надо подводить. Итоги неутешительные. Конечно, как всегда будут свисти яблони, конечно их будет немерено. Посмотрите, видите, сколько цвета. Их миновали заморозки, миновали заморозки груши, миновали заморозки вишни. Только войлочные вишни не миновали, но они крепкие. С абрикосами, плодами в этом году, похоже, придется прощаться. Ничего не скрываю, я ждал этого, ждал того, чтобы не обнадеживать других. В прошлом году был как бы двойной урожай. Деревья отдыхают. Пророда позаботилась. Несколько градусов мороза, сколько их было тут не знаю. Вот, для чем мы об этом говорим сейчас. Уже сейчас знают Чернобаева, моего друга Ленина Дмитриевича. Я из него настоящую звезду сделал. Все-таки, если меня уже многие считают профессионалом, то будем считать его лучшими из любителей. Вот. Минус 6 у него было на участке. И вчера мне сказал, что абрикосов, плодов у него не будет. И это в городской черте в теплой. Сколько было тут, не знаю. Вот. Город там понятно. В центре, где я рассмотрел температуру из окна минус 2, летник на окраине у Чернобаева минус 6, это нормально. Разница 4 градуса и он остался без абрикосов. Сколько было тут, я не знаю. Здесь уже никто давно из садоводов не живет. Вот. Ну и результат ясно. Отцвели абрикосы и опали. Вот это вот, чуть ли не случайно. Вот видите, вот здесь есть плодик. Вот он. А если их посчитать, то их на всем этом дерево несколько штук. Это не самый моростойкий сорт. Это сорт из Европы. Вот. Называется Дар Небес. Вот. Второе цветение. Видите, вот эти белые цветочки. Сейчас вам ближе их покажу. Это второе цветение. То, что я называю, лидер главного командования. Оно происходит, как правило, после заморозков. Когда в заморозке дерево включает дополнительную программу, чтобы дать хоть маленький урожай. Естественно, этот урожай нас не спасет. Вот такие дела. Жив-здоров курилка. Тридцать третий год королевскому абрикосу. Весь уже поизрезанный. В прошлом году сколько он дал. Догадайтесь. Я же вам показывал, вспомните, в последний фильм предпоследний. Вот это все косточки. Правда, косточки все изгрызенные мышами. Тут их сотни, сотни, сотни. Вот в таком размере. Несколько квадратных метров. Да? Вот. Еще не все видно. Присыпало этим самым. Поняли. Вот такие урожаи были. И вот, что интересно, помирать не собирается. Вот. Все тоже. Вот вам сухая метка. Ее надо будет отпиливать. А вот совершенно здоровые ветки. До самых кончиков. Вот. Но будет ли на нем урожай? Свел. Но, похоже, королевский абрикос. Дай бог, чтобы тут хоть десяток плодиков было. Вот такие дела. Вот. Вот королевский молодой. Кстати, мы будем разговаривать, серьезный разговор сегодня о колновитках, но в режиме реального времени надо говорить обо всем. Вот. Неплохо цвел. Вон они цветы. Но это опять белые. И теперь главная команда. Вот этих почти нет. Так. А вот тут вот, вот смотрите. Сейчас раз и отвалится. Отвалился. Ага. Значит, попал под заморозок. А нет ли тут цветочков, которые все-таки завязались? Упал, 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 упал. Вот. Вот. Этот еще будет, не будет, непонятно. Найти бы хоть один. Ну, в общем, вы поняли, если здесь... Ага, вон там их погуще. Вон на вершинке. Если там будет 10-20-30 плодов. Вот что интересно, одно из моих наблюдений. Я люблю делиться ими, потому что многие их не видят, а многие голову людям морозят. Вот. Я заметил, когда совсем самое слабое цветение, оно происходит обычно как можно выше, на верхушках. Ну что, переходить к колновиткам? Не знаю. В общем, для чего закончил разговор с этими абрикосами. Абрикосовый сад, он там. Вот. Что там будет, не знаю. Но вот отдельно абрикосы вот тут растут. Опал, опал, вон, опадывает. Ну, в общем, все ясно. Урожая не то, что не будет. Там дальше покрепче пошли деревья. Они шли по принципу, чем дальше, тем больше, как сказать, тем поколение больше. Вот. Показал он 33-летний, вон еще один 33-летний, вон он через беседку виден. Вот. А дальше пошли, чем дальше, тем это. Вот. Но уже ясно сейчас, что основу моих продаж этого года, лета, осени и зимы будут урожай 2016. Подумайте об этом, задумайтесь. Вот. Потому что, хоть у меня абрикосовых деревьев много, если не дадут 10, 20, 30 ведер, это и все. Вот он, пожалуйста. Видите? Верхушки цветут. Вот это одна из особенностей. Вот верхушки цветут. Но это уже не те урожаи. Я скрывать не буду, ребята, это не те урожаи. Вот. Все цветение. Вон цветение, вон цветение на самом небе. Одна из особенностей абрикосов. Чем выше, тем лучше сохраняются цветы. Теперь значит так. Разговор-то, в принципе, не об этом. Разговор сегодня пойдет о колоновитках. Ну, ладно. Не могу же я пройти мы на такой прекрасной груши. Вот. Идет перепрививка. Показываю вам. Вот. Вот этот сорт, он оказался, мягко говоря, полукультурным. Это одна из разновидностей так называемых сибирских груш, алтайской селекции полукультурных. Красивая, крупная, но малосъедобная. Как идет перепрививка? Смотрите. Видите? Вот. Видите? Так. А теперь вот эти вот, когда они уже... Вон, какие вы растяете? Вот. За один год прирост дало полтора метра. Теперь вот это вот. Это как бы новый сорта. Теперь вот этот сорт будет почти уничтожен. Вот здесь вот будет вот так отрезано секатором. И все. Вот это вот будет отрезано вот так секатором. Никогда. Еще раз говорю. Который раз. Просто умоляю вас. Если ветка даже сухая, никогда не делайте вот это вот. Здесь получается огромная вот такая рана. Так как вас учат. Вот такая рана получается. Вот здесь отрезайте. Я уже замучился это самое. Уже сколько долбить. Пусть будет сучок. Пусть вот эта часть будет сухая. Черт бы с ней. Лишь бы не делать рану, которая больше диаметра вот этого. Три-четыре раза. Попробуйте мысленно представить себе. Вот здесь рана на кольцо будет три-четыре раза больше, чем вот здесь. Мало того, результат еще бывает, что вот отсюда пойдут побеги. Если вот тут отрежете. Вот. Которая фактически спасает ветку. Вот. Видите, я с ним банул. Вот. Это, к слову, повторение мать учения, потому что вроде бы фильмы мы смотрят, но один на миллион, извините, или на сто тысяч один. Это значит, с удовольствием никак не прыгнуть спять. Субтитры сделал DimaTorzok